Бабичев, не старайся, у меня работает модерация, если ты пишешь какие-то гадости, твои все посты скрываются, так что можешь не стараться. Он мне тут пишет какие-то гадости, ты, 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 ты мне там то, ты мне там все, слушайте, не может успокоиться, и какая я подлая, какая наглая, а ты, Бабичев, врешь все время, ты не подлый, ты зачем врешь, ты в этом видео, которое я скинула страйк, ты в этом видео буквально взял и соврал, ты просто ложь полную сказал, он сказал так, она подленькая, Сама, значит, Россию поливала в посольстве, чтобы получить визу, чтобы попасть в США, она поливала Россию гадости. Ребята, когда выходят замуж, то в посольстве никогда не спрашивают вообще никакого отношения про Россию, про вашу страну проживания, потому что семейная миграция это не политическая миграция. Люди, когда выходят замуж, в посольстве спрашивают только одно, покажите ваше свидетельство о браке, и потом уже только муж должен показать, что он может вас содержать, что вы не будете на шее правительства США сидеть и никакие пособия получать не будете. Требуют у мужа справки с работы, чтобы доход был достаточно высокий. Если у мужа американца доход ниже, чем положено, что он не может жену содержать, и вдруг, не дай бог, это, представляете, нелегалом дает все, что хочешь, а жену привезти, не дай бог, у тебя меньше доход, чем положено, ты жену не привезешь в США. Ты должен тогда взять так называемого ка-спонсора, можешь взять свою маму, можешь взять папу, брата, кого угодно, но ваш совместный доход должен иметь определенный минимум, доказывая правительству США, что ваша жена не будет обращаться за помощью государства. А нелегалом все, что хотите, по 2-3 тысячи долларов, бесплатные телефоны, бесплатно садят жить куда угодно. То есть жене не нужно в США рассказывать ничего про Россию, почему вы уезжаете из России, почему вы хотите в США переехать. И Бабичев это врет, он ворал царевичу несколько раз об этом, он врет на каждом своем видео, на каждом своем стриме про меня, что если она сейчас обсирает, он говорит, хает США, я не хаю США, я хаю, точнее я критикую нынешнюю власть в США, точнее власть демократов. Когда Трамп был, я не критиковала власть в США, я была довольна, мне все нравилось, у меня был в то время еще свой блог, он у меня, кстати, есть, но меня в США, кстати, знают гораздо лучше, чем Бабичева. В США меня знает, наверное, каждая женщина, которая замужем находится в Америке, потому что я хозяйка форума русскоговорящих жен в США, называется тутнетам.ком. С России вы, к сожалению, не можете попасть, только через VPN. Там все женщины знают меня уже 20 лет, а тому форуму уже 20 лет. Этот форум помогал женщинам, как детям получить гражданство в России, мы там все делились советами, как не потерять русский язык, как крестить детей в США, как возить детей в США, как привезти маму из России в США, чтобы мама могла учить детей русскому языку, где русские батюшки, как ездить в Россию почаще и так далее. Как родителям сюда в гости везти, как детей туда возить. То есть у нас там форум русских жен в США, которые заняты буквально тем, чтобы держать вот эту комьюнити русскоязычную в центре, чтобы люди не забывали свои обычаи, свой язык и так далее. Но Бабичев все время рассказывает, что она обсирала Россию. Я содержу на свои деньги этот форум уже 20 лет, чтобы русскоязычная комьюнити делилась всеми возможными информациями. Сейчас там обсуждается основная тема переезда в Россию. То есть люди, которые прожили, как и я, почти по 25 лет, у них уже многих мужья на пенсию выходят, потому что женщинам самим уже там 50, некоторым 60, некоторым 45. И они видят, что страна буквально катится в пропасть. Не потому, что там есть меньше стало нам, а то, что ЛГБТ насаживается, то, что криминальная обстановка насаживается, то, что пол меняют детям. Я вам сейчас покажу видео дальше, что бесплатно власти США предлагают этим нелегальным иммигрантам менять пол. То есть если нелегальный иммигрант приезжает в США, это стоит, ребята, сотни тысяч долларов, такая операция. И эта процедура смена пола оплачивает Калифорния. За счет чего? Из чего кармана? Из кармана налогоплательщиков. И если Бабичев даже этого не знает и не понимает, это просто позор. Понимаете, почему он на меня разозлился, да, так разобраться? Почему Бабичев на меня? Я не хотела этот стрим про Бабичева, честно говоря, делать. Но раз он заперся сюда, то я расскажу, какие у тебя деньги, если ты сама просишь, чтобы тебе донатили. Донатили – это нормально. Если человек хочет… Кстати, это донаты для американцев. Посмотрите, у меня Zilli, PayPal, Buy Me Coffee и Cash App. Это все донаты для американцев. То есть мои ребята, девочки мои, американки, которые сейчас в США, с моего форума, которые смотрят меня, они меня просят эту информацию предоставлять. Девочки там не бедные, девочки состоятельные, если они хотят мне, как хозяйке форума, которая дает ценную информацию, как перевести деньги, как купить квартиру в России. В общем, такие как бы услуги я предоставляю, информацию, которые стоят очень много денег. Если девчонки хотят кинуть мне донат на чашку кофе американки, я не против. Почему, собственно, нет? Все донаты, которые отражены, они все американские донаты. Так что, Бабичев, успокойся, это ты только с бедных россиян донаты требуешь, и только ты зарабатываешь на бедных россиянах. Вот. Так что, Бабичев, тебе позор, можешь дальше даже и не лезть. А, почему он на меня обозлился, я вам скажу. Потому что я этому Бабичеву порчу авторитет. Его весь авторитет, вот эти все два года или там сколько, три года он набирал подписчиков в российском сегменте. Он, во-первых, себя позиционировал все время, что он был пророссийский. Только сейчас, когда уже я его начала выводить на чистую воду, и Федор, и вот уже под конец уже и Царевич его вывели на чистую воду, что Бабичев совершенно спокойно долгое время представлял такой имидж, что он российский патриот. А потом его начали выводить потихонечку на чистую воду, и вот он раскрылся. Кстати, Бабичев, ты видел видео? Я записала, почему ты не скажешь, что я тебе тоже тринадцать раз задонатил? Где ты мне донатил? Я тебя не видела, что ты мне донатил. Не смеши, Бабичев, ты, наверное, тебе жалко будет даже, наверное, десяти центов донатить на еврейское какое-нибудь общество, ты еще мне там будешь донатить. Чтобы еврей задонатил, это, вы знаете, этот рак на горе свистнет, чтобы Бабичев... Ага, сказочник, точно-точно, Бабичев тут еще сказочник. Не то, что сказочник, а тут самый Мюнхгаузен тоже, как Мюнхгаузен себя за волосы вытащил, Бабичев мне задонатил, с той же оперы-сказка. Так вот, я его образ, имидж, я его, получается, разрушаю. То есть мало того, что он скрылся, что он не пророссийский, а я еще доказываю, что он не проамериканский. Потому что проамериканские, они будут критиковать политику США, они будут критиковать политику властей. Бабичев никогда не критикует США, никогда не критикует власти. Он прекрасно отзывается все время США, по его мнению, у нас суды работают. Смотрите, граница открыта, граница открыта, у нас лезут нелегал. Он, Бабичев, тебе не стыдно? Дня два или три назад мне попалось видео, где было сказано, что ты с кем-то разговаривал, Бабичев с кем-то разговаривал. И там он говорит, что, вы представляете, я узнал, что граница-то в Техасе открыта, и там такая-то, такая странная ситуация, что у нас-то там лезут нелегалы. Вы представляете, это творится три года уже. Пришло 20 миллионов практически по исследованию. Гарвард сделал исследование. Сказали, что по их подсчетам не 8 миллионов уже зашло, не 15 миллионов, а уже пришло 20 миллионов нелегалов. Сошло в США. И он об этом только узнал. Три дня назад Бабичев сам своим ротом, кто не верит, зайдите, посмотрите. Три дня назад. Там какой-то мужик, по-моему, с Прибалтики был. И он ему говорит, я в шоке, я узнал, оказывается, это граница у нас не работает. Потому что Бабичев не знает английского. Почему Бабичев не знает английского языка? Потому что он разговаривал с украинским блогером, которого он целовал буквально в десна. Уничижительным тоном перед ним лепетал. Это Киевская Русь, Киевская Русь. Я, Бабичев, это видео разберу. Твое видео с украинским блогером, которого называют Киевская Русь. Я его вот так вот выложу. Не твое видео, а его видео. Я возьму у него видео, у Киевской Руси и выложу. Как ты перед ним прыгал на корточках. Как ты грубо разговариваешь с нашими блогерами. Как ты хамишь нашим блогерам. Как ты неуважительно разговаривал с Федором. Как ты грубо говоришь, нагло разговариваешь усекомерно с Царевичем. И как ты перед этим Киевской Русью лебезил. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. А он тебя опустил. Он просто опустил. Он его спрашивает. Бабичев, ты 30 лет в Америке? Он говорит, да, 30 лет. Ну, говорит, переведи мне слово Пенонсула. Он ему дает слово Пенонсула, и Бабичев приплыл. Он не знает слово Пенонсула. Если ты был 30 лет в США, ты не знаешь слово Пенонсула, что означает просто-напросто полуостров. То о чем можно тогда говорить? То есть человек не знает английского. Ну, она слишком много ему внимания. То есть просто его авторитет я как бы разрушила, а он на меня теперь кровно обижился. Смотрим дальше новость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова